Дорогие друзья, доброе утро! Мы в Сан-Франциско находимся в 9 утра. Буквально 3 минуты осталось до 9 утра. Напишите мне, пожалуйста, как вы меня видите и слышите. Просто поприветствуйте меня. Я хочу проверить техническую сторону. Я думаю, что вы видите меня, но я не слышу, не вижу ваши... Сообщение? Хорошо. Вижу, что нравится. Есть одновременный просмотр со мной. Хорошо. Ну что, давайте начнем. Ну, я вижу, что стриминг идет не одновременно со мной. То есть он запаздывает почему-то по времени в нескольких долях секунды. Сейчас минуточку, мы узнаем почему. Так, дорогие друзья. Значит, ну, такая система. Доброго времени суток, шелпа. Буду я вас видеть с некоторым опозданием, значит. Ну что, дорогие друзья, добрый день, доброго времени суток. У кого-то ночь, у кого-то вечер, у кого-то глубокая ночь, у кого-то вечернее время, 8-9 вечера. У нас 9 утра, воскресное, прекрасное утро в Сан-Франциско. Ну, вы знаете, что Сан-Франциско это солнечный достаточно город. Так, хочу поприветствовать вас и хочу немножечко рассказать о себе. Я являюсь автором этого канала. Значит, меня зовут Жан-Авар. Фамилия моя Нурбекова, но я пишу в Жан-Авар Нур, потому что сократить, чтобы свою фамилию. И всегда приглашаю вас в Клабхаус, потому что Клабхаус это место, где мы сможем с вами разговаривать, где я смогу услышать ваши голоса, а не ввести вот такой монолог, как сейчас я веду. Привет из Алматы, Шултан. Очень приятно, что нас видят сейчас телезрители из Алматы. Немножечко я остановилась на том, что рассказывала о себе. Хотела бы, чтобы и вы написали, кто из каких городов видит меня. Так, вы из Тынды, Надежда Ковалева. У вас два ночи. Из Караганды приветствует Юлия Селиванова. Привет. Приветствую вас. Замечательно. Так, ну у нас поэтический вечер сегодня. Почему мы решили именно сегодня посвятить вечер, у вас это вечер, у нас это утро, поэзии, потому что очень много стихов посвящено Димашу, Димашу Кудайбергену. И эти стихи, это не просто отражение ваших чувств к Димашу, но это, наверное, такое отражение любви вашей к этому певцу, к этому талантливому певцу. Алия Ниета, из Оренбурга, привет. Самвея, Нурберген из Алматы, приветствую вас. Для начала я бы хотела прочитать стихи нашего подписчика. Но я думаю, что, если я не ошибаюсь, Андрей из Купченко. Не знаю, из какого региона, из какого города, из какой страны он. Но мне очень нравятся всегда его стихи. Вернее, я так поняла, что это перевод стихов с китайского языка на русский. Я так поняла, что Андрей является специалистом китайведом. И он переводит стихи, наверное, в свободное время. В свободное время переводит стихи с китайского на русский. Вот вчера мы посвятили нашу передачу двум песням. Это «Опять метель» и «Добрый день, Катя Кошкина из Сибири, город Ангарск». О, здорово, из Сибири, замечательно. Наверное, «Глубокая ночь» или нет, или я ошибаюсь. В общем, послушайте, пожалуйста, это перевод стихов об осени. Он называется «Опять метель». Значит, ты ушла, осень в сердце так сильна. Пью разлуку, как бокал вина. И листва здесь опадает, как года. Сбереги любовь и сердце в руке. На память сжимай, но не отпускай. Дай обещание думать обо мне. Ведь это так непросто. Тебе не сделать больно. Грусть стынет на ветру. Каждая весна осенью больна. Мы одни. Вышло так, что мы одно. Как один бокал вина. И листва здесь опадает, как года. Сбереги любовь. Ты с ветром танцуй. Не смей горевать. И осень издать. Все, что и не сказать. Сквозь слезу дождя. Тебя я буду помнить. Ведь нечем и заполнить. Все, что и не сказать. Ведь слезу дождя. Ветру не сорвать. Грусть стынет на ветру. Сберегу любовь. Но ветер в моих пальцах. Его не удержать. Да, были мы одно. Как бокал вина. Но осень так сильна. Замечательные стихи. Спасибо большое Андрею Скупченко. Вообще, надо сказать, что Андрей Скупченко, вот как раз, почему я говорю, что он является одним из первых наших подписчиков, еще тогда, когда мы только-только начинали наш канал, это было в начале января 2020 года. Он рекомендовал нам сразу же прийти к конкурсу, к китайскому конкурсу, начинать как бы исследовать, изучать Димаша с китайского конкурса. Ну, мы, как всегда, мы пошли с точки зрения, с легкого пути, мы решили прослушать сначала песни на русском языке, на казахском языке. А только сейчас мы переходим, ну, это логично, это логично, потому что, если вы помните, мы начинали анализ участия конкурсов, Димаша в конкурсах, Славянский базар, Мейкин Азия в Кыргызстане. И сейчас мы перешли логично к конкурсу I'm Singer 2017, который проходил в Китае. Я хочу сказать, что, конечно же, музыка в песне на китайском языке поначалу кажется нам очень тяжелыми в понимании. Вот я хочу вам сказать, что я, человек, который специально занимается, так скажем, творчеством Димаша, пришла к этому только через год. И я поняла, что в китайской музыке, в музыке той песни, в тех песнях, которые поет Димаш, я имею в виду, которые исполняют на китайском языке, здесь очень много такой глубокой философии. И вот, например, песня «Поздняя осень», да, я с вами согласна, что Димаш – это явление, он нам послан Аллахом, пишет сам Беннурберген. Я хочу сказать, что песня «Поздняя осень», она как раз заключает в себе, наверное, не только очень сильное такое философское понимание этой песни, очень сильно глубоко философское, так скажем, суть содержания этой песни, но эта песня очень эмоциональная. Я думаю, что Димаш, конечно, специально этому не обучался, но у него есть очень много таких вот черт в голосе, когда он делает, ну, то есть, так скажем, нашу психологическую составляющую, такой вот тонкой, уязвимой. Не знаю, сколько раз бы я не прослушала эту песню «Поздняя осень», у меня постоянно слезы на глазах. Я, хотя человек очень оптимистичный, стараюсь сдерживаться в своих эмоциях. Я не знаю, напишите, пожалуйста, как вам, ваши ощущения этой песни «Поздняя осень». Ну, вы, наверное, поняли, почему я говорю именно об этой песне, потому что буквально вчера я загрузила новое видео, посвященное двум песням, это «Опять метель» и «Поздняя осень». Вот и Андрей Скубченко присоединился, присоединился к нам в долгое время и суток. Искренне благодарю вас за внимание, к моему творчеству. Мы тоже со своей стороны хотели поблагодарить вас, Андрей. Здорово, вы пишете такие замечательные стихи. Мало того, что вы переводите с китайского на русский, это достаточно, мне кажется, тяжелый процесс. Вы еще складываете это в поэтический рисунок. Но это достаточно сложный процесс, мне кажется. Пока вы пишете свои мысли о песнях, о песне «Поздняя осень», и пока вы, может быть, хотите поделиться с нами своими поэтическими строчками, давайте я поприветствую моих, так скажем, зрителей, моих фанатов. Я бы хотела бы, если вы хотите, вот я просто не буду смотреть на ваши комментарии, а сейчас я просто скажу, поприветствую тех, ну, наверное, вот давайте так, кого я помню, чисто вот в памяти у меня. Но в первую очередь я, конечно, хотела бы приветствовать наших казахстанских зрителей. Конечно, это Динара Айтиева. Большое спасибо за вашу поддержку, я чувствую вашу поддержку. Вы постоянно, всегда вместе с нами. Луч света, не знаю, из какой страны луч света, тоже большой привет вам. Конечно же, наш сын полка, так скажем, сын нашего большого полка, полка фанатов, Димаша Кудайбергена, это... Как вы думаете, кто это? Артём Алексеевский, конечно, ему большой привет от нас. Ну и, конечно же, Артём Алексеевский, извините, он из Санкт-Петербурга. И, чтобы не ошибаться, он из Санкт-Петербурга. Большой привет, конечно же, Мейрам Шутай. Ну, Мейрам Шутай, ваши комментарии иногда, конечно, нелестные в нашу сторону. Мы заглянули в ваш, так скажем, профайл Ютуба, у вас очень интересные, так скажем, путешествия. Всё то, что где вы бываете, вы в эти путешествия, вы видите видео, выкладываете в вашем Ютуб, на вашем Ютуб-канале. Это очень здорово. Это говорит о том, что вы такой очень разносторонний, полноценный человек. Здорово. Если Мейрам Шутай здесь, то уже приветствуйте меня, пожалуйста. Ну, российский регион, это, конечно же, Андрей Скупченко, как я уже говорила, это Вера Круглова. Вера Круглова, если вы помните, в одной из передач я даже зачитывала очень такую замечательную стихотворение от Веры Кругловой. Это, конечно же, я уже сказала, это наши зрители из Санкт-Петербурга, их очень большое количество. Ну, и я бы хотела сказать привет нашим зарубежным, зарубежным нашим, так скажем, зрителям. Ну, это в первую очередь, конечно, Фабиана Кастро. Фабиана Кастро, как только я выкладываю видео, она в первых рядах пишет, я первая. Замечательно. Спасибо вам большое, Фабиана Кастро. Это Хенди Магдалина. Вот, видите, я помню. Хенди Магдалина. Привет большой. Привет, как вы, я из Сан-Франциска. Я хотел бы видеть ваши комментарии. Пожалуйста, подпишите нас. Я думаю, что сегодняшний программ будет интересным для вас, так же. Пожалуйста, подпишите ваши lyrics для нас. Так. Андрей Скупченко пишет этот текст, эквиритмичен, его можно спеть. Но я не решусь, конечно, спеть. Да, это замечательно, это эквиритмичен. Мы попробуем, конечно же, мы придем к тому, что будем вместе с вами петь. Пока я не вижу никаких стихов, я вас прошу, пожалуйста, не забывайте, что у нас вечер посвящен именно поэзии. Поэтому прошу вас здесь подписать ваши поэтические строчки, ваши стихотворения, хотя бы несколько строчек. Надежда Ковалева пишет, когда я слушаю «Поздняя осень», я думаю об окончании жизни, о печали, о высшедших дорогих людях. Да. Хорошо. Шоупан пишет, Фабиане, Салия. Да, вот люди, видите, через наш канал, значит, знакомятся друг с другом и передают друг другу «Привет». Но я знаю, что наши иностранные слушатели с Мексики, с Испанией, с Америки, они прекрасно знают слово «Салем». «Салем» — это значит «Здравствуй», «Привет». Так, хорошо. Так, ну давайте, Андрей, напишите, пожалуйста, еще стихотворение ваше. Мы сейчас его зачитаем, и я думаю, что к нам присоединилась также Светлана Терещенко. Тот самый стих, который мы, если вы помните, мы его озвучили на передаче о мамах. Мы начали с этого стиха. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Если вы здесь, то напишите нам пару строчек, чтобы мы знали, что вы рядом с нами. Светлана Терещенко. Итак, ждем ваши стихи. Пожалуйста, Андрей, напишите ваши стихи, хотя бы четыре строчки. Так, Юлия Селиванова. Пока вы пишете стихи, мы читаем, значит, Юлию Селивановой комментарий. На сцене в белом юноша поет. Нам открывает через песню душу. Печальные шелковые мелодии полет. Непонимание границ с мигом рушит. И подпевает тысячи сердец. Здесь и сейчас. Лишь музыка, властитель. Ее посланник. Такие замечательные стихи. Спасибо вам большое, Юлия Селиванова. Ждем стихи Андрея. Я хотела бы вам сказать, дорогие мои зрители, что хотела бы вас пригласить в Клабхаус. Клабхаус – это возможность слышать ваши голоса. Это не только вот возможность видеть меня одну на экране вот этого, так скажем, компьютера. Но и видеть в Клабхаус такая система, что мы сможем с вами слышать наши голоса. Мы не сможем видеть друг друга, но мы сможем слышать наши голоса. Это будет некий такой, вы знаете, некая беседа между мной и вами. Это наиболее такой, знаете, выгодный для нас, для всех вариантов. Наиболее полезный, наиболее удобный вариант. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к Клабхаусу. Но Клабхаус присоединяются только те, у кого есть айфон. Я думаю, что у детей ваших, у вас, у ваших внуков есть, наверное, айфоны. Они могут вас зарегистрировать там. А затем уже вы могли бы присоединиться к нам, и мы бы могли бы вести беседы там. Пожалуйста, пользуйтесь всеми техническими услугами, которые сейчас предоставляют нам специалисты, которые создали это специальное приложение. Фарида Бегематова пишет нам из Кыргызстана. Привет! Привет, нашим братьям. Хорошо, дальше. Дальше Юлия Селиванова пишет стихотворение. Юноша-певец, ее адепты благодарны зрители. Несмотря на чужкость языка, так глубины души она пронзает. Мелодия подобием ветерка над дирс восхищенными витает. Ну вы просто молодец. Даже к дирсам обратились в этом стихотворении. Спасибо вам большое. Здорово. Сейчас моя зарядка подсаживается. Сейчас я присоединю зарядочку, чтобы мы могли дальше с вами беседовать. Андрей пишет Андрей Скурченко. О, гордая, прекрасная. Ты музыка моя. Ты отражаешь сущность бытия. И ты в его объятия упала. Не сожалела. И не ревновала. Да. Музыка. На самом деле музыка. Музыка это часть нашей жизни, которая окружает нас всегда, повсеместно. И вы знаете, наверное, вы обратили внимание, что молодежь все время ходит с наушниками, где бы они ни были. Особенно чувствительно к музыке молодежи, наше юное поколение. Мы понимаем, что мы постоянно загружены. Мы не имеем возможности слушать музыку. А музыка это очень большая часть, так скажем, духовности нашей. И вот, наверное, через музыку Димаш обращается к нам со своим посылом, со своим посылом, посылом любви, мира, ну, такого, чтобы не было войны на земле, чтобы люди понимали, что такое докуло, что такое счастье, да. Что такое окружать себя хорошими мыслями, хорошей атмосферой, хорошим, прекрасным, так скажем, чувством того, что вокруг тебя все замечательно. Ну, это здорово. Нам в каком-то плане нужно учиться. Димаш представитель молодого поколения. Нам нужно учиться у молодого поколения. Вот, вот, быть, смотрите, насколько, вот, я не знаю, я еще раз говорю, все пронизано музыкой, насколько вот молодое поколение. Сейчас только такое разнообразие музыки. Вы можете выбирать любой стиль музыки. Вот, я думаю, что я, к чему веду этот разговор? К тому, чтобы мы были, мы чаще слушали музыку, чтобы наша музыка, наверное, была в нашем жизни. Чтобы дети наши с малых лет слушали хорошую музыку, позитивную музыку, которая приносит нам не только счастье, только добро, только светлые чувства. Так, развиваются наши дети. Свой человек шал пишет, здравствуйте, уважаемые, нравится очень душевные ваши ролики, успехов и здоровья желаю. С уважением из Казахстана, ваш подписчик. Спасибо большое, мой подписчик. С интересным ником, свой человек шал. Да, я тоже обратила внимание, что постоянно тоже являетесь нашим комментатором, так скажем, вы комментируете наши видео. Спасибо вам большое, что вы присутствуете на нашем канале, что вы не просто смотрите наши видео, вы присутствуете на самом деле, вы живете тут жизнью, с большим сообществом Дирс. Вы имеете возможность поделиться своим мнением. Это здорово, это то, что и можно на все. Продолжаем. Андрей дальше пишет. Ты с ним живешь. Я извиняюсь, что говорю, обращаясь к Андрею Скупченко, Андрею, постоянно, не зная вашего возраста. Конечно, я отношусь к вам с большим уважением. И иногда обращаюсь к вам просто Андрею. Но вот Андрей Скупченко пишет. Ты с ним живешь, творишь, поешь и покоряешь все сердца людей. А тело добытия всегда, лишь только рядом с ним. Красивые стихи. Ларета Шинкьенна пишет. Я не знаю, Ларета Шинкайна, Шинкьенна, как правильно, красивые стихи. Спасибо большое. Мирген Щекинбаев, соломиться с весом, соломиться с весом, солом, Мирген Щекинбаев. Каллажа, правильно, все нормально у вас. Все замечательно. Вы знаете, вот скоро приближается лето. Я думаю, что, наверное, вопрос коронавируса, как глобальный вопрос, который звучит с некой опаской, он, наверное, все-таки сейчас будет решаться. В том плане, что сейчас будет предоставляться все больше и больше мероприятий по отношению к вакцинации. Так скажем, вакцинация населения будет происходить на всех уровнях. Например, в Сан-Франциско сейчас уже вакцинирует взрослая часть населения, начиная с 65 лет. Я думаю, что всеобщая вакцинация, мировая вакцинация все-таки произойдет. И клиент уже может... Я к тому, что, возможно, у вас будут такие планы. Приехать к нам в Сан-Франциско, поделиться вашими мыслями с нами. В свою очередь, мы как гостеприимные хозяева покажем вам наш город. Мы поможем вам с размещением. Мы поможем вам с тем, чтобы предоставить вам всевозможные экскурсии, показать вам замечательный город. Замечательный в каком плане? В плане не только красоты. И вы знаете, что город Сан-Франциско расположен на таком острове, полуострове, так скажем. Город утопает в зелени. Буквально неподалеку находится Кремниевая долина. Это центр технических стартапов. Вы знаете, он буквально впечатляет нас всех своим мощью. Но если вы приедете не один, а вы приедете со своим внуком, внучкой, или сыном, дочерью, я думаю, что это, конечно, благоприятно воздействовать на него. Может быть, он в будущем захочет тоже получить техническое образование в одном из университетов Калифорнии, Америки. И тоже захочет стать стартапером, так скажем. Тоже захочет начинать свой бизнес с технической стороны. То есть разрабатывать какие-то приложения, разрабатывать новые технические проекты. Пожалуйста, приезжайте к нам. Мы организуем все это. И помимо этого, конечно же, мы будем организовывать возможные вечера, где мы с вами выпьем чашечку кофе, чашечку чая. Видите, какая красивая кружка, такая музыкальная, с вот такой гитарой. Мы с вами обязательно сядем за один стол, пообщаемся, побеседуем, поговорим, поделимся своими мыслями о творчестве Димаша. О том, что нам дает это творчество Димаша в нашей жизни. Хорошо. Кольбаршин у Розалиева пишет. Спасибо всем, кто отзывается о Димаше тепло. Я его ангел-хранитель. Здорово. У нас, видите, ангел-хранитель. Есть такое понятие. Замечательно. Ларето Шимкене. Шимкене. Великолепно в Сан-Франциско, Ларето Шимкене. Это здесь, в Сан-Франциско. Это очень красивая город. Если вы хотите, чтобы выезжали в Сан-Франциско в середине, пожалуйста, приглашайте. Мы получили интересные встречи. В valueita Мы получили интересные встречи. Не нуждаемся. Или interpretations МаттDIE. У нас есть интересные встречи. спасибо дорогая я послушать вас андрей скопченко мне 50 лет но мы с вами значит ровесники практически я там на ногах на два младше вас замечательно значит я буду вас иногда называть андрей вы меня просто звать уже на раз замечательно если будет концерт димаша то обязательно приедем но мы тоже надеемся на концерт димаша мы надеемся на то что в скором времени он все-таки в соединенных штатах америки это очень большая тема я сделала много видео о том не едет ли димаш а америку или нет то есть очень много мыслей по этому поводу вот эти этим самым я выражаю свои чувства того что я не равнодушна к его творчеству я хочу чтобы он приехал посетил америку но как бы то ни было как бы он не пожелал временно на стажировку или как турист или может быть он захочет проживать здесь в дальнейшем как бы то ни было я с удовольствием где бы он не был я жду что он приедет и даже вот они на днях я выставила видео где написала даже в заголовке димаш уже в америке поэтому мы с удовольствием ждем я не веду часть дирс который проживает в америке ждем димаш куда бергена как только он прибудет в америку мы сразу же мы думаем что это скорее всего будет лос-анджелес сразу же окажемся в этом месте каким-то образом буквально крылья радости донесут нас димаша обязательно будем делать репортажи будем делать репортажи обязательно встретимся с димашем крепко обнимем его скажем наконец-то димаш ты приехал в америку я думаю что если будут концерт это конечно огромная часть фанатов димаша приедет сюда в америку мы с вами сможем встретиться уже как публика концертная публика юлия пишет это было одно стихотворение спасибо большое мы помнишь это было очень здорово что вы написали частями вы дали нам возможность прослушать сначала одну часть потом в течение какого-то времени вторую часть спасибо вам большое очень хорошее стихотворение хорошо конечно же кстати спасибо большое что вы подняли меркин этот вопрос буквально недавно мы перевели целую программу программу я не помню на каком канале она была предоставлена программа о димаше его семье мы эту программу полностью перевели из казахского на русский а потом уже перевели на другие языки мира но нам у нас были не только комментарии спасибо благодарим за перевод с казахского на русский но и был комментарий того что ужасный перевод вам это не нравится конечно какой бы ни был перевод мы никогда не дойдем до какого-то идеального состояния я говорю о том что вот даже сейчас когда андрей пишет с китайского перевел стих 8 для меня другие варианты переводов то есть мы никогда не дойдем до совершенства но пожалуйста не останавливайте нас в нашем таком вот блогу деяние так скажем мы хотим чтобы весь мир знала димаша больше конечно же как димаш является по национальности казахом естественно все передачи практически большая часть передач на казахском языке поэтому мы хотим переводить эти передачи с казахского на русский язык предоставьте нам эту возможность поменьше критики пожалуйста если хотите напишите но не в такой категоричной форме очень прошу вас поддержите нас пожалуйста и мы будем переводить из одной передачи в другую я вам скажу что процесс перевода с казахского на русский язык это нелегкий процесс иногда встречаются какие-то недостаточно такие специфические слова вам приходится заглядывать в словаре и нам приходится общаться с нашим взрослым поколением чтобы бабушки-дедушки нам смогли объяснить что же что это за слово то такое и мы вот его переводим с казахского на русский но я думаю что вы нас поддержите казахская часть населения в этом во всем если вы увидите какие-то интересные передачи на казахском языке мы вас очень просто пожалуйста делайте нам пишите в комментариях ваши ссылочки напишите чтобы это очень интересная передача о димаше мы обязательно обратим внимание переведем эту передачу какая бы она ни была по длительности договорились светлана терещенко спасибо за общение всем здоровья счастья от светлана терещенко здравствуйте добрый вечер привет донбассу сан-франциско вы наконец-то присоединились к нам светлана ждем ваших стихов также сейчас мы зачитали буквально несколько минут тому назад стихи юлии и андрея теперь ждем ваших стихов напишите пожалуйста ваши стихи это пишет и пишет и стир был афтимаш а много было уже очень любите наша весело мир все его все его сущность конечно я казашка по национальности не звучало уже на рыбалку казахское имя я не слышала нигде ни в таком другом тюртском языке и на жанр ну что это казахское имя а мурбекова это вообще говорит о том что я казашка с киевом евгений бардуй и жителям киева никогда не были киеве но я думаю что мы обязательно посетим киев потому что мы часто бываем болгарии я не до нашей семьи и знаете что болгария это очень красивый регион кстати сан-франциско я всегда сравнивал болгарии сан-франциской говорю что очень такие похожие условия похоже природа зелень обратилась в интернет и оказывается что и бургас который который мы постоянно посещаем и сан-франциско находится в одно в одной зоне по лесовой зоне так скажем и поиска в одной зоне это сказать поэтому ближе к акватору поэтому все природные климатические условия одинаковы сами им же наш не говорит женика каримова или джамика как здравствуйте динарой тива добрый вечер дирс динара добрый вечер приветствуем вас замечательно что вы присоединились к нам динара не знаю ваш возраст но в любом случае мне очень приятно что динара вместе с нами почему я говорю о возрасте потому что мы посмотрели статистику нашего канала большая часть наших дирс и все-таки взрослое население так скажем после 50 лет если можно назвать это взрослым населением я например себя считаю уже человеком достаточно таким взрослым не молоды ближе к 50 уже поэтому я говорю что по статистике большая часть все-таки это люди старше 50 лет поэтому я всегда обращаю внимание и задаю вопрос а какой у вас возраст но статистика говорит также что сейчас все больше и больше присоединяется к нам и молодая часть населения а можно громкость а может быть я тихо говорю может быть надо погромче говорить это максимальная по моему громкость и здесь нет громкости потому что этот чат я не знаю я не смогу наверно поправить что-то просто буду говорить громче да хорошо значит значит давайте так сделаем юлиана продолжает писать стих юлия спасибо большое что вы постоянно пишите на стих потому что мы еще раз повторяем что пишите ваши стихи потому что мы сейчас стоим о том что наша сегодняшняя передача посвящена именно поэзии поэтому давайте не будем забывать об этом и вернемся к поэтическим строчкам дальше юлия пишет так засела прочно в ней тупая боль и стоит сердце обливаясь кровью хотя прописана тебе иная роль справляешься ты с ними превосходно и лишь услышав чувственный вокал светает маска рушатся оковы душа сгорает спала в спалахах огня чтобы из пепла возродиться снова переходим к нашим телезрителям так скажем синди померли опишет эмоции а и и speak the language but i have recently found your youtube channel and very much enjoyed many of your videos thank you thank you to cindy hello from san francisco to kentucky um yes we will have too many interesting information about dimash and we upload new videos about dimash enjoy to meeting today with you welcome to our channel thank you so much cindy юлия пишет нам дальше продолжение стихотворения так ждем стихотворение от андрея и от светланы терещинка и вновь встают перед глазами те кто мир покинул озаренный солнцем кто бесконечно важен был в моей судьбе и кто назад уж больше не вернется это пишет что-то грустно тогда давайте немножечко перейдем из такой грустной ноты более такую оптимистичную более радостную ноту давайте такие если у вас есть стихи посвященную димашу его творчеству допустим или каким-то песням очень много песен мне очень нравится песни димаш который он поет такое знаете живой радостной ноте я заметила что димаш очень часто сейчас последнее время применяют рэп своих песнях может быть что-то в этом духе может быть строчки посвященные этим песням димаш андрей пишет из кучинка димаша я переводил песню димаша на русский язык с казахского хотя я не сидел в казахском критике было мало многие носители языка поправили поправляли мои ошибки за это им очень благодарен но в андреи просто удивляете нас вы даже с казахского переводили какой-то полиглот вы молодец здорово что такие люди присоединяются к нашему каналу здорово что вы являетесь одним из подписчиков нашего канала замечательно андрей только единственное вы не написали откуда вы напишите пожалуйста с какого города андрея пишет димара идти его здравствуйте ждем ваших стихов на 8 марта до дождем наши стихом 8 марта я надеюсь что ваших запасников есть такие стихи посвященные 8 марта может быть вы напишите какой-то новый стих так вот здесь видите я бы говорила вам что выдачи в казахстане бы я жила как составе это было три года назад я был преподавателем вуза преподавателем социологии вот они сейчас пишут мои студенты здравствуйте как ваши дела спасибо азамат и леша замечательно как ваши дела и надеюсь все хорошо все замечательно очень я всегда помню своих студентов каждого помню до сих пор я надеюсь может быть возможно я не знаю возможно моя преподавательская деятельность продолжится здесь а может быть я не вернусь больше преподавательской деятельности но не знаю его посмотрю у меня сейчас пробую себя на ютюбе вы знаете я хочу сказать интересную вещь чтобы преподавателем одно быть так скажем журналистом это какой-то мере журналистская деятельность а будет другое здесь совершенно другое прочтение другая так скажем здесь все пишется не в научные с научной не научным языком а по политическим и я конечно переучиваюсь я стараюсь писать коротко если вы обратили внимание вначале мои видео были очень такие по времени очень длинные по 30 минут по 40 я просто научилась и сжимать научилась писать очень коротко очень ясно доводить свою мысль до своих подписчиков для до своих зрителей я не знаю сколько это у меня получается но вот я сейчас переучиваюсь я перехожу на новую так скажем на новую форму это значит мысли свои навожу ясно и логичные сжатой форме вот из греции нам большой привет передает локом айтин сиди арс пишет мария не знаю как депо его наверно даст греции и от или не были греции мы обязательно будем греться замечательная красивая страна и конечно же страна у вас а по древних философов аристотель сократ платон я как социолог конечно же снимаю когда со шляпу преклоняю колено перед древними философами древние философы не только древнегреческие философы но и древние философы всего мира и даже древние так скажем китайской философия дает нам такое более полное понимание мира поэтому призываю вас читайте философские книги они дают возможность вот кстати я хочу сказать что димаш наверное тот человек который многим многих привел к философским книгам я думаю что многие для себя открыли и философские книги философские познания например древнекитайской философии я никогда не обращалась лишь только по мере подготовки к своим занятиям когда работала в казахстане сейчас я просто углубилась в древние китайской философии и и я это очень интересный философские такие течения спасибо димаша он просто не знаю открывает для нас очень многие горизонты динара телева пишет даже марка красиво вы говорите спасибо большое да было бы здорово если я вас слышала тоже пожалуйста приходите в clubhouse регистрируйтесь то кстати там у меня мой ник это жаннар нур жаннар нур я напишу обязательно под видео еще раз колокольчик ник в clubhouse и пожалуйста приходите туда регистрируйтесь там это наиболее удобная форма мы все равно придем туда вот я уверена что не сегодня завтра в ближайшем будущем или через месяц мы обязательно туда придем потому что clubhouse это та площадка которая позволит нам с вами общаться вы будете слышать не только мой голос вы можете слушать ваши голоса вы будете слышать голоса многих наших подписчиков многих наших зрителей пожалуйста регистрируйтесь clubhouse и так шелпан пишет андрей здравствуйте я пишу вам второй раз здоровый с вами второй раз пожалуйста вы приветствуйте шелпан андрей любка варбанова пишет привет из болгарии здорово привет привет солнечной болгарии солнечного сан-франциско незабываемый светом вас я думаю что в этом году я побываю побываю все это власе но город жемчужина конечно болгарском побережье жемчужина я не знаю как еще назвать очень красивый город вы знаете почему болгария наиболее значит любима мною болгарское побережье потому что ну наверно очень такой климат очень такой знаете мягкий климат не жаркие не я имею давление время не очень жарки не очень знойный такой климат и не всегда можно загорать отдыхать очень очень много свежего воздуха ну потому что буквально свет и власть находится на побережье черного моря само черное море но красота красота давайте не будем отходить от темы ваше стихотворение пожалуйста светлана терещенко напишите ваше стихотворение хорошо так я не прочитала любки вардановой значит приветствие привет от сны чем болгария азия не пишет поэзия но с удовольствием я чьи это благодаря бог подарил такие таланты приятели но в общем на болгарский наша димаш будьте благословене не знаю болгарский язык но понятно что вы не знаете поэзию в смысле вы знаете поэзию но вы не стихотворец просто приветствуйте нас и благодарите бога за то что подарил такого талантливого человека как димаш спасибо вам большое любка спасибо спасибо большое огромная благодарность вам за то что дали возможность казахстанцам отдыхать на вашем побережье потому что сделано им множество условий но единственная проблема я помню последнее время когда летом в болгарии были постоянные проблемы с полетами не было каких-то таких чартерных самолетов с казахстана в болгарию с алматы так скажем вернее сказать низ казахстана с алматы в бургас софию андрей скуфика я в кыргызстане хорошо как истань живется хорошо замечательно шампан пишет слэча в болгарии солим солнечной болгарии привет мурлан почему не читала мое сообщение но не прочитала ваше сообщение потому что знаете здесь чат он проходит дорожкой такой и новые чаты перекрывают старые то есть старая дорожка уходит вверх напишите пожалуйста ваша мурлан еще раз сообщение я прочитаю мурлан поздравляю шампан пишет значит и луч света здравствуйте приятно вас видеть луч света мне тоже очень приятно вас видеть я часто вижу ваши комментарии не только у себя на своем канале на других каналах я смотрю другие каналы с удовольствием знаю что александр с иваном тоже делает прекрасный канал я даже знаю одно из речения так скажем александр который говорит не бывает мало каналов о димаше это правильно сколько бы ни было каналов по своему количеству по самому качеству все каналы они очень интересны они показывают димаша с разной точки зрения бокальные данные его жизнь его семью его конкурсы это все нас очень это это очень интересно для нас и все клевка еще раз пишет чудесно а сын от софия благодаря са убавить и думе любка софия или привет всем кто проживает софия нашим я думаю что болгарию большое количество фанатов димаша куда бергена и надо как-то собраться на все да еще самое главное я очень люблю крестьяна костова я не знаю я поклоняюсь таланта димаш димаша безусловно и какой-то мере сравниваю крестьяна костова с димашем вы меня простите вы часто пишите мне не сразу сравнивать и димаша низкие ну как мы сравнить два таких таланта я просто знаю и семью крестьяна костова и знаю что эта семья просто она творчески поглощена талантом крестьяна большая семья бабушки дедушка бабушка дедушка они живут цвета власть и мы несколько раз встречались большой привет за время мани крестьяна какая замечательная семья и красный какой прекрасный голос у крестьяна костова кстати мы еще будем делать обязательно видео о участии крестьяна костова в китайском конкурсе аимсингер потому что если вы заметили мы не просто делаем такие репортажи аналитику конкурса да как это было с конкурсом вот эти забыла показать славянский базар мы показали что кроме димашек утреприкина кто же еще пришел к пьедесталу почеток гран-при это был адельхан макин это был амрия но там тоже какая-то ситуация странная человек взял одинаковые баллы и вышел в финал конкурса стал взял большие баллы высокие баллы но почему-то пальму первенства отдали руку и ну румынскому исполнителя вот так вот по такой же аналогии мы будем идти к аимсингер и мы тоже будем показывать кто же кроме димаш кудайбергена выступал алимсингере это будет обязательно кристиан коста альяйс нам весьма не смогом где-то напишет вы прочитаете стих на казахском языке сможете прочитать я не знаю я попытаюсь попробуйте пожалуйста напишите этот стих я попробую прочитать светлана терещенко как много доброты в его прекрасном взгляде в его муки тайные мечты он гений в мировом масштабе берет он микрофон и замираешь ты написала несколько строк не проходит не приходится писать по частям приходится писать по частям ну хорошо ничего страшного пишите по частям ларе тащики не пишет кто знает ответ скажите пожалуйста почему только голос димаша хочется слушать напишите ваше мнение каждый вот буквально в одном слове почему хочется слушать только голос димаша вот спросила ларе та задала этот вопрос просто одно одним словом учитесь тоже писать лакомично одним словом что у вас привлекает волосы димаша меня привлекает голоса димаша его чувства какой-то он тонко чувствует тонко чувствует душу вот как-то он может любого человека тронуть своим голосом своими интонациями меня вот это вот привлекает димаша вы напишите пожалуйста тоже шелпан пишет ларе то потому что его голос идет из души и сердца но вот видите шелпан написала светлана написала терещенко он гений в мировом масштабе а извините это я уже читал давать еще раз он гений в мировом масштабе берет он микрофон и замираешь ты да вот видите ольга комового добрый вечер я поэтессы из томска много любовные велики в багаж и на специальных стихов посвященных димашу не писала могу только своими текстами быть полезны ольга комарова у нас сегодня наш вечер посвящен именно димашку дайбергену и стихотворение посвященным именно димашу но в следующий раз обязательно сделаем поэтический вечер посвященный ну такой глобальной теме это любовь хорошо я думаю что мы будем встречаться с вами не один раз в стримах еще раз призываю вас прийти в clubhouse один орать его пишет лоры это потому что димаш каждом из нас да 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 вы знаете наверно вот я говорю что не каждый человек обладает да таким качеством чтобы чувствовать это надо вот чувствовать каждого человека да вы представляете это наверно на какой-то высшем уровне чтобы чувствовать каждого человека и донести до человека свою музыку свой голос мне не знаю я мне кажется я не хочу сказать что димаш плодает каким-то сверхспособными чувствами но сверхспособным голосом завораживающим ангельским голосом неземным он точно обладает а 7 же и снова пишет когда я слушаю димаша я забываю усталость да 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 я тоже согласна с вами вы правы мы забываем усталость вот любка продолжая дальше писать о крестьяне костове когда пишет на болгарском языке не могу перевести на русский но я так поняла что когда слушай крестьяна костова то почему-то вспоминает песню димаша в исполнении димаша песню грешная страсть грешная страсть исполнение димашем песни грешная страсть или истин костов как-то не схожие наверно своим образом ну а конечно крестьяне костове течет казахская кровь со стороны мамы что вы хотите казахская кровь она ощущается и не знает вот беседе разговоре вот в образе творчестве у крестьяна костова она ощущается но он еще очень любит казахстан в общении с ним вообще не с его братом общение с его семьей с его сестренкой софии я поняла так что значит они постоянно находится на связи со своими казахстанскими и казахскими родственниками и не с большой любовью относится к казахстану я знаю что было свидетелем когда крестьян принял предложение это было три четыре года тому назад когда крестьян предложение поучаствовать в концерте астане так счастлив обязательно спою песен на казахстанском языке замечательно эльвира юнусова пишет потому что в его голосе энергия света и любви потому что в его голосе энергия света и любви динара и тела пишет жена вы такая удивительная но чем же я удивительно я такой же обычный человек как и вы просто вот но не смогла сдержать своих эмоций решила создать канал потому что ну как бы считаю что невозможно удержаться если у вас есть возможность создать канал если вы обладаете если у вас есть инструмент если вы обладаете какими-то познаниями а димаши если вы обладаете если вы можете объяснить свои эмоции большому количеству зрителей то почему бы не открыть канал почему бы не рассказать о своем понимании отчество димаша о своем понимании того как я отношусь к димашу ну я думаю что и вас призываю открывайте канал и открываете это очень полезно для вас для самих это очень интересно поделитесь вашим мнением и еще раз говорю приглашаю вас сан-франциско сейчас февраль месяц завтра начинается уже март и я думаю что вы все планируете ваши поездки на летний период времени приезжайте сан-франциско у меня есть второй канал и обязательно я всегда делаю ссылочку на второй канал и рассказываю как приехать в сан-франциско в этом увидите полную информацию если нет этой информации вы лишь напишите мне я вам расскажу как сюда приехать каким образом мы сможем сделать помочь вам взять жилье через airbnb просто напрямую через отели мы сможем с вами договориться я вам предложу всевозможные экскурсии мы побеседуем с вами мы сделаем обязательно мы сделаем такой вот такой дастархан где мы сможем с вами посидеть приготовим может быть специальные какие-то угощения может быть вы привезете из казахстана какие-то угощения там курт обычно присутствующие надо страхами там раньше и так далее мы обязательно здесь сан-франциско это же вообще город гурманов страна гурманов когда это интернациональная страна америка вообще а сан-франциско калифорния здесь очень много проживает национальности здесь такая насыщенная такая богатая кухня вы здесь можете попробовать как мексиканскую кухню так и индийскую к кухню китая так и казахскую кухню приезжайте к нам мы обязательно посетим за общем дастарханом поднимем наши бокалы у меня не виду вот такие бокалы да нужно эти бокалы бокалы вина подмени можно под поднимем чашечки наши с чаем с кофе поговорим о димаше а его творчестве а его музыки приезжайте светлана пишет и льется над планеты его голос и накрывает зал эмоций шквал он как пшеница золотистый колоколос который сам творец создал спасибо светлана ольга комарова пишет следующее как-то он сказал о себе натуральная харизма плюс голос плюс личный подвиг трудолюбие огромная любовь ко всем людям огромная душа верю ему и иду за ним хорошо ольга комарова напишите пожалуйста откуда вы же мига каримова димаш это как луч света в нашем мире меняет нас обогащает нас духовно на самом деле это так меняет нас обогащает нас буквально пару минут назад я говорила вам о китайской философии что мы просто берем книги философских книги уже читаем философские книги это очень интересно познавательно для нас для всех массов не надо вообще наука наук юлия селиванова пишет youtube канал поэзии прониза идет прямой эфир из сан-франциско спасибо вам жена за мудрые смыслы из-за стихи наполненные смыслом экспромт спасибо юлия спасибо спасибо то что упомянули меня в вашем стихе спасибо большое на это пишет я давно подписана на ваш канал но познакомилась с вами уважаемая жена только сейчас очень симпатичная приятная удачи вам спасибо большое лучше это же мар легче вам приехать к нам пусть и вы знаете ну наверное здесь вопрос не так легко решается потому что ну во первых здесь нет того что было у меня раньше раньше как когда занимался преподавательской деятельности у нас было все ли это свободные мы могли приезжать уезжать отдыхать куда-либо у нас было достаточно времени отдыха сейчас этой возможности нет поэтому если у вас есть возможность ну а допустим я говорю еще раз о возрасте но если вы допустим сидите на пенсии почему бы не приехать почему бы не взять своих внуков или не приехать со мной в сан-франциско если вы желаете вы можете посещать школу но посещать школу английского языка но я вам не скажу что эта школа будет напрягать вас эта школа достаточно это как школа для слушателей вы будете изучать английский язык через слушатели через носителей вы будете находиться в англоязычной среде пожалуйста приезжайте к нам сюда на двухмесячные я буду двухмесячный потому что это минимальный срок для того чтобы здесь находиться по студенческой визе студенческая виза для тех кстати кто не может взять туристическую визу я предлагаю вам взять студенческую визу и побывать здесь не менее двух месяцев потому что эта школа аккредитованная и в эту школу значит берут на студенческую визу не менее двух месяцев пожалуйста подумайте на одно и предложение если у вас есть такое желание напишите мы организуем вам и студенческую визу я никаких денег с вами брать не буду потому что у меня договоренность со школой вы пожалуйста если у вас есть желание учиться здесь набираться по знанию английского языка приглашаю вы концу америка вы концу сан-франциско эльвира юносова пишет джонар у вас очень интересный канал я все время вас смотрю и мне очень нравятся ваши выпуски вы давно живете сан-франциско а вы есть в инстаграме да я есть в инстаграме называется инстаграм я кстати тоже внизу напишу сейчас под видео как я сейчас себе напишу потому что я должна не забыть clubhouse напишу свой никнейм и инстаграм тоже кстати инстаграм он есть если вы обратите внимание на титульном листочке вы пожалуйста куда покликайте и вы увидите инстаграма я живу в сан-франциско два с половиной года английским языком я не владею конечно очень сильно такой поверхностный английский язык объяснить кто я поприветствовать кстати я сейчас делаю базовый английский язык такие вот курсы для того чтобы вы могли свой базовый английский язык применить а по аэропорту в магазине мы очень часто сталкиваемся с тем что мы даже в аэропорту не можем объяснить в английском языке и куда мы летим что нам нужно какой рис мы ищем поэтому вот такие базовые такие вот базовый английский язык значит такую школу состоял и выкладываем на втором канале кстати то же самое вот там где вы видите мультитульный лист в углу если вы обратите внимание там значит фотография такой фото сан-франциско и буквально в углу три значка instagram facebook и мой новый канал пожалуйста кликайте туда и путь и попадать на новый канал инстаграм и фейсбук нашел а светлана телеченка пишет четверостишья не проходят до 4 тишина проходит пожалуйста пишите 4 с тишиной потому что это самый удобный вариант сейчас для нас сейчас на нашем в нашем стриме большое количество людей они все больше и больше присоединяются к нам и я не успеваю буквально читать все ваши комментарии поэтому лучше если вы будете писать 4 с тишиной любка пишет приветствую вас ваше начинание тоже она имеет виду мой канал видимо вы чудесный человек продолжаете с удовольствием посетила бы казахстан да вы знаете не хотела бы двух словам сказать о казахстане казахстан я часто говорю здесь друзьям из калифорнии сан-франциско беррии что алмата очень похожа по климатическому с покрытические условиям сан-франциско ну и по красоте природной красоте это вообще-то такой чем божественная красота алматы а не делал там при горе за и рисковала то это высокогорье это чем булак там низины значит если вы поедете в разные стороны от алматы то вы увидите такую красоту такую живописную красоту что вы любите сразу же но алмата находится потому что такой в предгорьях высоких гор и климат очень такой благоприятный но сейчас конечно экология не та уже экология меняется связи с тем что большое количество машин большое количество перегруженности с производством производственные вот эти вот всевозможные так скажем грязь выхлопы они влияют также на атмосферу воздуха но в любом случае я думаю что их самое главное то что люди очень такие гостеприимные добрые добродушные добропорядочные очень такие вежливые очень приезжайте вы сами убедитесь в этом значит мой студент пишет азамат елешев спасибо потихоньку я тоже подписчик вашего канала также волна ты всегда вспоминаю с теплотой когда вы были нашим куратором как мы хорошо проводили время например когда мы ездили в горы спасибо большое азамат елешев но эти воспоминания не конечно незабываемые потому что работать со студентами это незабываемо работать одно работать в youtube канале с разным возрастом и со студентами это совершенно разные вещи студенты они всегда преды какой-то узнаете хочешь не хочет когда идешь студенческую среду найдешь студенческую аудиторию хочешь не хочешь у тебя появляется улыбка на лице потому что ты несешь в аудиторию добро ты несешь в аудиторию оптимизм радость не только познание не только знания но да меня поймут преподаватели и школы и вузов и колледжей спасибо за массу замечательно все хорошо вот вы стоите вопрос а маме мы не спасибо большое окажется она была руководителем вашему местной диссертации спасибо все замечательно все хорошо ваттапе есть группа социологи хорошо я буду знать обязательно подпишусь кстати я сейчас себе сделаю пометку социологи ваттапе чтобы я посмотрела хорошо лоретта пишет английский язык легкий а вот казахский не дается с трудом а так хотела бы понимать что поют димаш на своем родном но мы вам поможем на это мы будем переводить не только передачи где участвовал димаш мы будем переводить песни с казахского на русский а потом уже и на английский язык какая вы молодец что вы изучаете казахский язык moretta обязательно в clubhouse просто обязательно идите в clubhouse я думаю что вы будете первым подписчиком я просто жду вас там мы обязательно поговорим я буду практиковать свой английский язык кстати на clubhouse я буду не одна будет мой друг касс он живет около 40 лет около 60 лет в сан-франциско можно сказать что он американец не можно сказать он американец не буду говорить кто он по национальности мы будем все-таки держать это пока в секрете но мы будем вести в clubhouse обязательно с ним все передачи потому что его английский язык позволит объяснить но наверное мою мысль замечательные английские мой английский еще не позволяет на уровне носителей говорить свободно поэтому я надеюсь что когда вы придете мы будем проводить эту передачу вдвоем я надеюсь она будет очень интересно для вас светлана пишет он не стыдится встать перед залом на колени и лоретта дополняют уважаю и почему-то слезы в глазах когда димаш на колени я думаю что может быть это связано с тем что может быть ему легче даются какие-то еще звуки когда у него же есть высоты высокие ноты убежал высокие ноты голоса наверное это помогает ему тоже при пении да я тоже очень рада и вижу когда он стоит на колени но это говорит о том что димаш на самом деле не стыдится встать на коленина если песня тем более такая например песни песня любовь уставших собедей такая глубина чувства на самом деле там эмоции зашкаливает конечно понятно что когда у него все действия на сцене они соответствуют содержанию песни эльвера носа напишет спасибо жена подпишусь к вам обязательно в инстаграме и а я из башкорстана уфы у нас есть фан-клуб димаш кудайбергена это наш аккаунт инстаграме заходите к нам так сейчас я напишу димаш башкорстан хорошо я сейчас себе делаю за них заметочку я подпишусь к вам да я хочу сказать что мы тоже создали наш фан-клуб сан-франциско спасибо вам большое что вы нам дали возможность об этом сказать потому что это как бы я вспомнила когда вы сказали о своем фан-клубе у нас есть наш фан-клуб мы наверное вы еще и зарегистрируем чтобы он официально существовал значит нам будет называться фан-клуб димаш кудайбергена сан-франциско и но мы начнем мы начали его с того что вот есть у нас уже канал продолжим тем что мы были встречаться с вами теперь с глазу на голос когда вы будете приезжать к нам когда вы будете посещать америку сан-франциско на рэта пишет элькинрах нет а динара пишет светлана это порыв любви поклонникам диверс фанатам до согласно с вами динара а цвета напишет у от зрителей тайком он вытирает вот вы знаете светлана на самом деле я с вами согласна выдавать петь такие высокие ноты и это это очень тяжелая работа я думаю что работа я думаю что петь пение это как спорт постоянная нужна тренировка постоянная нужна сноровка того где какие звуки я не знаю как это объяснить я конечно не специалист в этом деле но я думаю что петь это довольно тяжелое занятие я например всегда удивляюсь когда димаш он образ ему какой на сцене он просто излучает свет добро и этом когда он выходит на сцену вот вы знаете как будто будто какая-то энергия вместе с ним выходит на сцену вот какая-то вы знаете сразу сцена как будто заливается каким-то светом и какую бы песню он не исполнял вот какая бы ни была песня сколько в ней вы знаете эмоции сколько в нем и димаш старается сейчас включать в песне рэп димаш старается не старается он прекрасно танцует и у него это здорово получается и я хочу сказать что вот как сложно да работа так скажем вот на самом деле работа артиста работа певца он буквально вот правильно говорит светлана он потирают вытирать под тайком от зрителей я просто преклоняюсь перед талантом тимоши я преклоняюсь перед его трудом я преклоняюсь перед его родителями которые воспитали такого замечательного сына ведь он не только открывая для нас искусство искусство музыки музыку искусство пения музыку он еще же ведет нас к прогрессу к прогрессу я имею в каком плане знаете хочется сразу что много вот открывается глаза она много хочется что-то познавать что-то узнавать хочется понимать мир по-другому хочется видеть все в других красках хочется сделать мир добрее поэтому вот это все это все вот и есть димаш они нам пишет не на юра пишет когда пойдет димаш я забываю дышать а душа улетает в космос не очень много лет слышала многих вот такого певца не было и не будет еще очень долго да на самом деле так светлана теличенко он сердце и без остатка дает а 7 же самого такая приятная детишка спасибо большое это как летна детишка я уже на детишка но спасибо спасибо за просмотр по всем но это вот такое качество передано не на быть такой вот какая есть вот света пишет июля добрый вечер вот света июля пишет добрый вечер замечательно я хотела бы сказать таблет самсунг пишет мне очень нравится ваши историческое видео исторические видео да мне тоже я тоже всегда хочу сказать что на по реплику которые пишут комментариях некоторые люди они пишут следующее зачем вы связываете димаша с другими певцами музыкантами композиторами и так далее показывайте нам только димаша дело в том что димаш живет в обществе димаш человек который рос в обществе он живет в обществе он соприкасается с большим количеством людей нам интересно его становление нам интересно как он рос и к чему он пришел в итоге надо забывать об этом и поэтому я думаю что когда мы говорим об его истории или о конкурсе в котором он участвовал или с теми люди людьми с которыми он пел на сцене это всегда очень интересно я думаю что конечно же я понимаю вас когда вы говорите я хочу 24 часа только слышать о димаше я тоже хочу только слушать о димаше 24 часа наверное познание димаша как человека как личность невозможно если мы не будем знать его историю его жизнь его семью всех людей которых его окружает те конкурсы в которых он был та история конкурса которые мы часто получатся на интересного светлана дальше пишет потому что я еще раз был у нас поэтический вечер уставший тяжело дыша но он такой счастливый не потому что мир он покорила потому что публике любима себя частицы с песней подарил спасибо вам большое светлана за такие прекрасные стихи такие красивые стихи за то что вы на самом деле стихофорной форме писать тоже очень нелегко это надо иметь походу в нашу поэта чтобы отписать стихофорной форме если я даже захочу я так не смогу ли сделать хорошо азамат подписывайся обязательно на ватсап и инстаграм дорогие друзья я все время рекламирую своих видео американскую компанию аторли и в последнем видео я даже написала на листочке и показываю вам большими буквами дело в том что многие из нас имеют проблемы с тем что мы когда работаем и имеем а мы работаем все онлайн доме конечно же есть звуки это это может быть детский плач это может быть а там я не знаю собака может быть где-то лает или что-то или машина проехала вы это замечаете в моем видео для того чтобы заглушить фон а только чтобы слышал слышно был ваш голос для этого существует вот это приложение она способствует тому что ваш начальник ваш менеджер не услышит ваши фоновые звуки будет слышать только ваш голос поэтому подписывайтесь пожалуйста на это приложение она бесплатно она пока бесплатно не знаю будущем ли будет она бесплатно но она поможет вам особенно тем людям которые работает онлайн предложите пожалуйста вашим детям я написала а 3 это приложение написала исходные данные видео 8 пожалуйста будьте добры посмотрите так рахмет вам жанар за ваши искренние чувства к нам динара тела пишет спасибо и вам тоже динара за ваши чувства искренние чувства ко мне иногда там бывает такая полемика в комментариях я всегда вижу как динара и тела просто поддерживает мою точку зрения в какой-то мере защищает меня спасибо вам большое динара чтобы есть вы какой-то можно сказать англо хранитель для меня на моем канале спасибо вам динара я надеюсь что когда-нибудь вас увижу но может быть мы увидимся на каком-нибудь из концертов может быть и все-таки решите приехать к нам и мы с вместе побеседуем обнимемся скажем приветствую друг друга пожмем друг другу руки и динара я думаю что это будет очень скоро и пандемия коронавируса она как говорится уйдет на задний план и не будет и в итоге мы сможем наконец-то ездить как и раньше в разные страны посещать другие страны с удовольствием потому что это очень можно посещение других стран посещения стран дает нам возможность не только изучить и посмотреть природу посмотрите как живут люди это дает возможность общения с другими людьми вы знаете за эти два с половиной года покажу в сан-франциско не узнала я поняла что он мир он очень такой большой мы живем на очень маленькой планете земля но очень тесно на самом деле связаны друг с другом и когда я здесь нахожусь я говорю всем своим друзьям вы знаете алматы город алматы он очень похож на сан-франциско сан-франциско алматы это очень такие похожие города тем что они очень такие многонациональные и вот это многонациональность междунациональное общение но чувствуется такое это уникальные города на самом деле не так много и так много вот алматы и сан-франциско вот этим еще похож а шоу план пишет любка вараб арбанова из болгарии пишет что познакомилась с творчеством димаша случайно через крестьяна отметить кто-то знакомится с крестьянам через димаша а кто-то наоборот через крестьяна знакомится с димашем я вообще познакомилась с творчеством димаша через песню первая песня которую я увидела это конечно с с да я вот насколько я помню первая песня которая впечатлила меня это была смс потом было это опера 2 вот я помню первые свои ощущения это были вот эти две песни напишите пожалуйста тоже одной строчкой какие песни через какие песни вы познакомились творчество димаша самая первая песня которую вы услышали ну я как социолог мне чисто интересно такое социологическое следование провести какая была первая песня для вас которая познакомила вас творчеством димаша я имею ввиду песня восполнение димаши шампан пишет я работала болгаре чуть-чуть понимаю хорошо не на юра пишет очень обидно что и на этот солнечный лучик по не димаш бывает очень неприятные реплики завидуют что ли эльвира юносова пишет я уверена что димаш появился очень во время когда мир разделяет страшные противоречия конфликты он как новая миссия которая возвращает нас самих себя напоминает нам позабытые ценности динара я уже плачу динара если вы сейчас я тоже начну плакать держимся держимся свои эмоции в себе динара напишите пожалуйста какое какая первая песня которую ее услышали а вот она познакомила вас димаши луч света пишет это было и совесть ну вот как и я тоже таблет самсунг пишет лул это песня на китайском языке видимо да а лоретта пишет да дорогие димаш меняет нас мы становимся добрее и теплее друг другу светлана телещенко пишет любовь уставших лебедей вот песня через которой она познакомилась с димашем и потом уже развила эту любовь димашу олимпика пишет лоретта олимпика кстати я хочу вам сказать что вам не знаю пока нет никакой информации об олимпиаде японии будет ли она или нет есть только информация что будет она в июле месяце есть только программа намеченная на июль месяц но нет еще конкретных данных будет олимпиада или нет я думаю что как не задумывали организаторы олимпиады то что олимпиаду все-таки будут открывать димашку дейберген это это сбудется обязательно наверное димаш еще споет множество ему создадут для димаша но множество новых интересен и интересных песен может быть это будет новая какая-то песня как олимпика которая просто вот одухотворяет нас на свершение каких-то больших дел на победу олимпиаде вот что-то в этом духе будет я думаю что мы будем свидетелями скоро скоро свидетелями нового какого-то грандиозного мероприятия олимпиады и там димаш опять опять покажет новые грани своего бриллиантового голоса своего творчества таблет самсунг пишет это был а лул это любовь уставших лебедей но даже а лул это любовь ставших лебедей да хорошо один орать его пишет это была война и мир война и мир я не знаю у меня уже мы тоже вот сижу буквально эмоции переполняет меня вы знаете я хочу сказать что немножечко поговорить обо комментариях которые были написаны в отношении образа стиля димаша давайте об этом поговорим вы обратили внимание что мы я взяла смелости написала название видео таким образом когда мы писали о стиле о стиле димаша стади как же как же мы назвали то наше видео в общем видео было о том что мы были удивлены образу стилю стиля димаш на новогодние праздники в москве их создала этот образ валерия кошкина я так поняла что валерия кошкина на самом деле не стиль есть она вообще начинала свою карьеру с визажиста вы обратите внимание если вы посмотрите видео где она беседует с одним из корреспондентов и она говорит что свою так скажем свое начало как стилиста она значит это было в визажиста в общем она начинала работать визажиста я не знаю мне надо мне кажется что к образу димаша нужно подходить с немножко таким знаете нельзя допускать к димашу каких-то людей которые не совсем понимают творчество не совсем понимают песни музыку димаша таких людей мне кажется допускать нельзя я не знаю там было очень много реприк в адрес потому что как я могу при а название было критика образа дима критика стиля димаша когда мы говорили оба студии я хочу сказать что вот вот кстати напишите ваши комментарии по поводу стиля димаша на новогодние праздники на новогоднем огоньке на песня заключительной песни 2020 как вообще как вам стиль димаша понравился нет я знаю что вот вера круглова писала очень много об этом комментариях может быть она тоже сейчас присоединится к нам напишет свои мысли по этому поводу так жду ваши комментарии по поводу стиля димаша светлана терещенко пишет может стоит вам быть инициатором конкурса стихов для олимпийской песни конкурсом стихов для олимпийской песни давайте хорошая хорошая идея почему бы и нет почему бы нет почему бы не стать инициатором конкурса стихов для олимпийской песни сейчас февраль до июля месяца у нас есть время давайте попробуем хорошая я сейчас или запишу это дам инициатором иница инициатива по поводу стихов для олимпиады да давайте я для этого создам видео наверное и мы с вами значит сделаем такой проект спасибо большое что сказали об этом на самом деле надо да за такой проект браться это интересный будет проект здорово на телечник спасибо большое вам ольга комарова пишет любовь уставших лебедей на тв россии и потом только его концерты новости о нем и интервью светлана терещенко пишет я думаю все заметили как димашу дарили цветы на песне года да конечно а я всем же и снова я вообще не помню как познакомилась димашем но я очень люблю димаша когда я слушаю димаша забываю свою боль и усталость он мне помог выйти из депрессии он всегда мотивирует таблет пишет самсунг все со стилем хорошо хорошо ладно таблет это ваше мнение замечательно асулхан сахипов соли а асулхан сахипов боксы к это обо мне допишет а асулхан соли я и сан-франциско я так скажем автор канала мой сан-франциско и мы сейчас у нас политический вечер но у нас политический вечер перерос в такую беседу между вами и мной пожалуйста пишите ваши стихи и мы их обязательно здесь зачитаем и обязательно присоединяйтесь к лап хаусу я внизу сделаю напишу свой никнейм для клап хауса шоу пан пишет аргентина салия дорогие друзья сколько мы уже с вами сидим по времени уже сидим с вами 1 час 43 минуты напишите не устали ли вы от нашего стриминга если если устали по мы наверно будем завершать если не устали мы еще побеседуем с вами лоретта пишет мне лично димаш лучше всего смотрится в казахской одежде как на отдай плюс дайте дал знаете я еще заметила что у димаша есть такая одежда очень такая тяжеловесная я не знаю мне кажется он прямо ему так тяжело петь него есть такая вот национальная одежда национальный костюм который мы специально наверное пошили для американского конкурса если вы помните ну буквально знаете чувствуется что вот вот эти блестки вот этот орнамент он буквально очень тяжел для него вставлять его дыхание но был должен быть постоянно на контроле да еще и что-то свисает с твоих плеч очень тяжелая я но это тяжело на самом деле здесь тоже надо какой-то вот применить какое-то новое пригласить стилиста для того чтобы он мог прошивать такие костюмы которые были бы из таких легких материалов нельзя чтобы димаш на димаше зависали какие-то с большие стразы тяжеловесные стразы это просто видно это сразу заметно димаш очень такой стройный молодой человек и когда одежда буквально вот знаете свисает с него это это заметно сразу же хорошо асалфан пишите пишите как вам удобно ольга комарова пишет понятно что валерия кошкина не справилась на димаш не мог обидеть даму вышел невзирая на протест каната и гореть и героический нес образ как ни в чем не бывало образ чарли чаплина ну да ну димаша есть такое но я думаю что конечно было заложено наверное немало материальных средств для создания создания этого образа немало времени был приглашен специально стилиста он все это понимаете маш не создавал каких-то ситуаций чтобы как обидеть валерию кошкину но при этом видите эти короткие брюки обувь каком-то непонятного размера нет я понимаю стилизованная обувь толстая танкетка не то я понимаю она должна быть соответствии да там с одеждой но здесь что-то на самом деле образ какой-то непонятный вы давайте не будем на этом заострять внимание ладно а 7 же са же са нам пишет лоретта я согласна с вами таблет самсунг мне нравится де во всех костюмах конечно нам всем тоже нравится димаш во всех костюмах но все-таки здесь надо быть он же является певцом мира его на него смотрят миллионы и я хочу сказать что к этому к тому что он пришел он пришел в не быстрыми шагами это долгий процесс это трудный процесс это тяжелый процесс начинал он пить по с казахстанской эстрады и вы знаете там было столько препятствий как к сегодняшнему дню он буквально по крупицам он за шаг за шагом пришел к сегодняшнему сегодняшней своей славе к тому что мы уже пить на мировых сценах и мы не можем портить образ мы не позволим портить образ димаша пожалуйста прежде чем готовить костюмы димаша просто-напросто сначала познакомьтесь его творчеством познакомьтесь с его смуз его музыка для того чтобы мы вы могли создать ему образ на концертной площадке для того чтобы он мог выступить понимаете вот это вот наверно не зря буквально вчера я услышала что песня грешная страсть она просмотре пришла 10 10 миллионов до вчера буквально вот я слышала такую новость увидела такую новость почему вот посмотрите в песне грешная страсть но вы знаете это какой-то идеальный пример того как здесь идеально совпали атмосфера до концерта это было это было это концерт проходил по моему в сочи насколько напомню атмосфера конкурса атмосфера концерта публика в публике были профессионалы музыканты певцы как идеально совпало вот даже время в котором он пел как идеально совпало музыка а студио на сцене вместе с димашем кудайбергеном и как идеально совпал его костюм знаете вот почему именно 10 миллионов 10 миллионов просмотров именно этой песни грешная страсть потому что но это просто образец показатель как все идеально совпало и музыка и концертный номер и атмосфера в зале и образ созданный димашем и образ внешний и внутренний я имею образ вы согласны со мной мы как-то спокойно пережили самый необычный синий костюм японского дизайнера на концерте в чанше после этого я не обращаю внимание на его костюма синий костюм японского дизайнера не знаю не видела синий костюм японского дизайнера наверное вы имеете кто такой голубоватого синевато голубого не знаю как это назвать такой цвет но мне пока не понравился цвет очень красивый кстати этот цвет японской философии означает что-то поэтому он не зря в этом цвете этот цвет предоставил возможность японцам как бы но этот цвет что-то знаменует не зря наверное этот цвет значит был в образе димаша представлен для первую для зрителей японии таблет пишет кошкина объяснила времени было очень мало но где все понравилось ну конечно димаш все будет нравиться он будет говорить что нравится конечно он очень человек такой уникает скажет нет мне это не нравится он скажет да 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 конечно я сделаю я потому что для нимаш на самом деле большое наверное внимание он уделяет имена своему голосу потому что я же говорю что волосы это как спорт голосовые данные но когда он видит что образ который создается для него на кон для того чтобы представить эту песню создается какой-то какой-то непонятный для него мне кажется он немножко все-таки теряет настроение хотя он никогда не показывает этого он всегда в бодром настроении стилист стилисты должны быть разные иначе всем быстро надоест единообразие однообразие да наверно стилисты должны быть разные но стилисты высококлассные должны быть с ним должны быть высококлассные стилисты да стилик да безусловно должны быть разные и я наверно вот мне очень понравилось то что димаш заказал как бы сама валерия кошкина сказала что сам димаш заказал под этот стиль который был в китае но димаш имел ввиду вот знаете но наверное китайские стилисты они смогли как бы понять прежде чем создавать образ для димаша они могли понять что нужно для димашу для димаша во первых какой ему стиль подойдет они увидели что вот он встроенный молодой человек высокий во вторых наверно очень большое значение имеет фактура матери фактура материала значит форма потом очень большое значение имеет мода соответствие с мода его деле соответствии не просто с модой мировой а китайской моды потому что посмотрите на звезд кей-попа они же все одеваются модно создавая какой-то свой стиль даже они идут соответствии западным стилем с мировым стилем но и свою изюминку они вкладывают свою такую тенденцию какую-то изюминку китайской азиатской так скажем мировой такой моды так ольга комарова пишет китайские стилисты тоже странно его иногда наряжали просто димаш весь в качестве и мейка костюмы и хореографию отдают специалистам ну да наверное были какие-то странности но я особенно не заметила мне было мне были понятны все образы и вся одежда китайских стилистов дина райте его луч света пишет да так и было так марина антощенко мне нравится короткие штаны от кошкины и все наряды но я бы лучше сделала бы чем она да наверное да я думаю что если быть поконкретнее даже к брюкам да ну вот сейчас между нами женщинами я сейчас вот так говорю может быть надо было немножко лучше и сделать и чуть чуть подлиннее я поняла ее стиль какой она хотела сделать короткие короткие такие брюки чтобы была видна лодыжка но она немножечко чуть короче и сделано слишком много укоротила и наверное надо было чуть сузить их но я уже вот таким образом объясняю вам что вы помнили ольга бородаева пишет димаш никогда не будет одевать костюмы которые ему не нравятся вспомните в какие иногда нелепые костюмы вы одевали в китае а тот преподносит так будто русский ему специально так один нет 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 причем национальный вопрос вот ни в кого ли не играет никакой роли национальный вопрос не играет ольга пожалуйста не видите нас в другую сторону мы сейчас говорим только про образ мы говорим только по его костюм никакой национальный вопрос мы поднимать не собираемся сейчас здесь это не нужно но мы относимся ко всем нациям национальности мы с большим уважением вы даже видите даже сейчас я говорю на русском языке это тоже какая-то часть того что я сейчас не говорю на казанском языке будьте добры пожалуйста не переводите разговор сейчас потому что сейчас мы если уйдем другое русло это будет неправильно это будет уже не полейника это будет уже не дискута и поводит пойдет какой-то неправильную форму алиса она когда он был модно одет в чем вообще проблема сразу 10 лет скинул хорошо это ваша точка зрения спасибо большое алиса таблет самсунг но ссать не совсем согласен просто время немного прошло вот и 10 миллионов просто времени много прошло вот и 10 может быть но все-таки статистика она и статистика она показывает что вы именно это песня и switches первому 10 миллионов просмотра именно эта песня факты из факта таблет алия лес могомбетова алья из магамбетова написала и про волосы и про то что немножечко надо подкрашивать глаза а наоборот димашу не нужно говорить вообще никакой make up не надо слишком резать его волосы вообще не надо глаза трогать но на самом деле у димаш большие глаза он такой активенский казах с большими глазами симпатичный парень красавчик можно даже сказать но вы стать он очень похож на свою маму да какие у мамы красивые глаза у димаша я думаю что но чтобы не обидеть наших фанатов как никаким вас нам сказать красиво молодой человек и димашка на берге ассалхан пишет сахипов димаш всегда гордо смотрит на на людей на димаш дарит вот такой вот человеческое добро людям и он смотрит человечество на его внутренние составляющие норы то пишет спасибо за приятное общение дорогие таблет пишет мне тоже приятно с вами пообщаться любка пишет его варбанова казахстанские костюмы на димаше извините пожалуйста люб кому не можем перевести с болгарского на русский может быть кто-то нам поможет здесь не получается ну что дорогие друзья мы с вами сидим в прямом чате уже два часа да вот уже два часа ровно наверное да наверное нам уже пора закругляться потому что я знаю что в алмацеве глубокая ночь давайте я вот еще прочитаю марину димаш в россии всегда был взрослым классическим в этот раз ему наверно хотелось выглядеть вас свободным раскованным или это вполне понятно сейчас по прошествии времени все было прекрасно и стрижка прошу лоретто пишет всем всего самого доброго дорогие прощаюсь до свидания лоретто спасибо что вы были сегодня с нами обязательно слуханцы сахипов будем говорить и на казахском и на русском цепи все до свидания дорогие друзья мы прощаемся с вами мы надеемся что вы придете на clubhouse пожалуйста приходите на clubhouse будем общаться с вами я буду слышать ваши голоса и вот светлана тоже пишет он уважает все народы он знак уважения отдел украинскую вышиванку а таблет пишет марина маринина молодец да хочу завершить сказать что вышиванки конечно димаш был знаете образ которые создали украинские так скажем стилисты не это было в какой-то вот необычную необычный образ казах вышиванки с такими ремнями вы знаете мне кажется что вот даже димаш как-то вот в этом в этой одежде чувствовал что украинский мужчина гордо нес гордо носил эту вышиванку было это необычное будет видеть его в этой вышиванке в то же время было очень очень подходила ему этот образ очень подходил ему этот образ китае марина антощенко пишет китай у димаша самые красивые образы были потом мне нравятся кожаные подтяжки и вышиванка из киева и казахские наряды вот видите марина антощенко подтвердила мою мысль о том что в китае были достаточно понятным образом не были они понятны я не они понравились вот то же самое пишет марина . эти кожаные подтяжки и вышиванка из киева незабываемо конечно я вообще люблю очень киевский концерт и постоянно в своих видео именно используем материал из этого концерта мне нравится вот настроение димаша вот она чувствуется знаете даже на концерте вот кажется что димаш все равно он умеет как-то и он всегда в одном настроении на киевском концерте у него какое-то настроение было вот у него даже вот знаете какой-то такой посыл был со сцены он почувствовал вот эту атмосферу дружелюбия добрую атмосферу от зрителей и он этим же ответил как димаш приветствовал приветствовал меня уже как голос подсаживается это это чувствуется да как он на киевском концерте он просто он был был одухотворен он был просто вот как на крыльях это я очень люблю киевский концерта постоянно использую как материал своих видео и концерт спасибо всем лучше света до свидания счастлива до свидания таблет самсон до свидания светлана терещенко пишет когда он пел чернобровцы его мама плакала но плакала не только его мама плакали все мамы не только мамы плакали на самом деле такая песня в исполнении димаша сама песня по себе она очень душевная но в исполнении димаша она обрела это новые грани я не знаю я никогда не слышала украинские песни вот в таком понимании как он понял его эту песню димаш он во первых оказывается знаете что интересно что когда он готовится концертным номерам и вообще к песне он внимательно изучает язык вот как это было на китайском конкурсе он прежде чем петь он каждый по слогам буквально на китайском языке еще раз прошелся со своим репетитором он димаш внимательно безусловно посмотрел все свои образы которые стилисты ему приготовили для этого концертного номера и он оказывается попросил прямо перевести песню песни все я на китайском языке все песни которые были на китайском языке перевести для него и только тогда когда он осознал понял о чем эта песня он ее спел он спел спел так как он ее сам понял то есть мы видим все песни которые исполняются димашем через его понимание через его понимание не начать его понимания жизни это вот вы знаете казалось бы ему всего лишь 26 лет человек 26 лет что может видеть чем 26 лет это как у нас песни бы самому чем уйти мы делали видео а бы самому чем что он не помню создательницу этой песни она консола дэ ласкес вот консола дэ ласкес создательницы этой песни ниже всего лишь было 9 по одни мерками по одним документами было двадцать один год по другим документам не было всего 19 лет но вот как может 19-летняя девушка которая не знаю вообще чувств таких как может быть знает но 19 лет что человек может знать 19 лет и но как она могла создать такую музыку такую песню это удивительно точно также и димашка дайверке он буквально через себя через свой душу через свое сердце подпускают все песни это был экспромт пишет ольга комарова диарса оставили вышивку ссылки и сразу надел алия из многом битва а извините но вы не правильно перевели мой комик я не имела беду его глазами написала чтобы не сглазить его ему нужно иногда менять стиль а глаза конечно он покрасил извините да хорошо спасибо большое марина антощенко благодарю динара тива рахмет всем всем до новых встреч до свидания динара быть всегда с нами будьте всегда с нами спасибо большое дима свидание приезжайте к нам сан-франциско прошел марина марина димаш не просто одевается он создает образ которому выступать и доносит свою идею до зрителя он артист не только певец у него каждая песня спектакль да согласна с вами вы только что наговорила с оба образе о песнях который он доносит до нас он переживает каждую песню через себя и доносит ее до нас это как не менее спектакль такой светлана терещенко ваше общение с людьми просто замечательно желаю вам хочется успехов до свидания любка пишет до свидания до свидания светлана терещенко спасибо большое и вам тоже желаю всего самого хорошего всего самого замечательного прекрасного светлана спасибо вам за прекрасные стихи спасибо вам за то что вы уделяете уделили внимание нашему каналу и вы сейчас посиделись посидели с нами на стриме до свидания любка до свидания я надеюсь мы встретимся с вами в болгарии в этом году летом всего хорошего всем жителям болгарии большой привет из казахстана и сан-франциско до свидания алия из магнитова а маякап у него иногда получается яркий она как иногда получается яркий да я согласна с вами может быть и не надо слишком много мэйкап а азамат елешек до свидания до свидания азамат я тоже была рада вас увидеть светлана пишет игорь крутой сказал и если на светлана терещенко пишет игорь крутой сказал что он его свой особый стиль жизни и творчестве и это сказал великий композитор да на самом деле но великий можно даст куда сказать что игорь игорь крутой он сделал свой вклад в российскую культуру мировую культуру написал прекрасные песни за это мы благодарим игоря крутого и мы сделали специальные видео об этом о том что игорь крутой какие отношения между игорем крутым творческие отношения между игре крутым и димашем кудайбергеном и правильно сказал игорь крутой что он правильно заметил что особо стиль жизни творчества димаша потому что ну я вам скажу что особенности особо стиль у него не только как у артиста ну и как у человека вы же знаете прекрасно что димаш не курит и не пьет димаш ведет здоровый образ жизни занимается спортом вы видели как он владеет мячом футбольным да он видели как он постоянно тренирует тренируется потому что для того чтобы поддерживать голосовые связки голосовые данные нужно постоянная тренировка нужно быть постоянно физически хорошей форме поэтому я думаю что он является показателем не только примером не только для артистов для молодых людей и для нас и для взрослого поколения я иногда вот привожу в пример с вами были своим близким родным город посмотри димаш что вот он сделал вот как вот он пришел к такой слове он же пришел через большие трудности большие трудности в свои 26 лет вы знаете я наверное когда говорю о димаше я постоянно говорю о возрасте и потому что чувствую что для димаша тоже как бы очень важно возраст он как будто все время торопится торопится с концертами он торопится вот даже если вы помните на передачу а андрея малахова он сказал когда у нас просили димаш почему или по кому ты скучаешь он сказал по концертам на самом деле вот он торопится показать всему миру свое творчество свой талант свой голос он как будто смотрит на постоянно на время на свои годы не знаю чувствуете ли вы это я вот это чувствую что но это наверно это наверно свойственно всем молодым людям это спасено всем молодым людям потом уже с возрастом как-то понимаешь что год за годом растет растут дети семья развивается дети растут мы взросли но уже как-то особенно не замечаешь годы а вот молодым людям молодым людям они стараются особенно сейчас это очень свойственно молодому поколению на данный момент молодому поколению я прям смотрю это поколение зиме я тоже кстати сделала в этом видео они как бы не вот такие амбициозные такие амбиции в них они владеют прекрасно всеми гаджетами они идут много со временем поколение зиме это особенное поколение они знаете почему особенно они такие талантливые какую музыку они создают тот же иман бек казалось бы два часа посидел за компьютером и создал шедевр это шедевр на самом деле шедевром является только классические произведения шедевром является и так скажем современная музыка тоже мы надеемся что 14 марта на грейме все-таки иман бек возьмет свою желанную статуэтку скажет нам свои громкие слова с большой сцены концертного зала грэмми с церемонии вручения грэмми и мы порадуемся вместе с ним монек и монбеку я тоже посвятила множество видео многие видео посвятила ему а также я хотела бы сказать что он это свойственно ольга комарова пишет искусственно всем гением им надо много успеть чтобы выполнить свою миссию да это собственно не только всем гением это свойственно молодежи все они хотят шишка будто вот какая-то миссия у них это вот что-то они не успевают сделать что-то зачем-то гонятся что-то хотят чего-то хотят очень большого высокого добиться очень значительного чтобы это было полезно и не только для себя для страны для мира в целом любка варбанова пишет жду вас нетерпения приезжайте болгарии увидимся до свидания люба любка до свидания мы обязательно сами увидимся все на этом друзья на этом завершаем наш стрим завершаем нашу трансляцию я благодарю вам за то что вы приняли все участие в нашем стриме иногда мой казахский где-то подводил меня я всегда значит хотела сказать сейчас я прочитаю вам еще одно здравствуйте динара нет меня зовут единорница джанара 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 давно уже подписано на вас и всякий раз узнаю что-то новое любовь к димашу объединяет столько прекрасных людей завидую вам димаш теперь будет гораздо ближе к сан-франциско до злоя я тоже надеюсь что он скоро будет в америке и думаю что мы может быть даже где-то специально поближе поселимся я не знаю как это будет но я хочу тоже обязательно встретиться с димашем свою благодарность высказать ему не только от моего лица но я считаю что все те люди которые подписаны на мой канал мой большой фан-клуб а вот и на самом деле мы будем очень счастливы если встретимся с димашем но все дорогие друзья я еще раз хочу вернуться к тому что буквально последние свои прощальные слова говорила с вами до свидания дорогие друзья до новых встреч уже на новых видео и не забывайте пожалуйста приходите клапаз я жду вас там хорошо я жду вас там в инстаграме я жду вас на новом канале я жду вас фейсбуке ольга комарова пишет у нас мороз минус 28 прощаемся с зимой спокойной ночи всем людям земли спокойной ночи до свидания на самом деле завтра начинается у нас послезавтра у вас завтра начинается первый день весны вот хочу вас поздравить с первым ним весны от замечательная весна очень надеюсь что вы не перестанете делиться своими новыми отчетами видите маша слышите маша это как глоток оживительной влаги говорит зоня многомеда многомедомарова забыла добавить что вас смотрят и махачкале это дагестан умой вот это да вот это здорово здорово спасибо большое дагестанцам спасибо что присоединились к нашему каналу все с вашего разрешения я завершаю мою трансляцию до новых встреч я думаю что такие встречи будут совсем скоро в clubhouse или же здесь на ютюбе на все до свидания пока